Число людей, привившихся от коронавирусной инфекции, продолжает расти, в связи с чем, значительно замедлился рост зараженных по всему миру. По текущей статистике, на 472 тысячи заражений по Беларуси приходится 466 тысяч выздоровлений. Всё это может означать только одно – после введения вакцины случаи тяжёлого течения болезни сведены к минимуму. Сейчас вакцинация активно продвигается, работают мобильные прививочные пункты, медики Брестских поликлиник выезжают на предприятия. На сегодняшний день вакцинация против коронавирусной инфекции продолжает оставаться весьма актуальным вопросом. На сегодняшний день у нас от городской поликлиники номер 2 организованы выездные бригады для вакцинации предприятий и организаций города Бреста. С начала вакцинации у нас уже провакцинировано 24 предприятия и организаций. Организации довольно активно соглашаются на выездные данные мероприятия. Часть сотрудников уже привилась в поликлиниках по месту жительства, часть сотрудников изъявляет желание вакцинироваться по месту работы, так сказать, без отрыва от производства. Вакцинация против коронавирусной инфекции весьма важна, потому что каждый человек, который получил вакцинацию, он уже будет иметь определённый уровень антител, который обезопасит его от тяжёлого течения коронавирусной инфекции. И также, если человек заболеет коронавирусной инфекцией, он её перенесёт в довольно лёгкой форме. Медики Брестской городской поликлиники номер 2 проверили вакцинацию в хоккейном клубе Брест, где часть вакцинируемых получили первую дозу прививки, а часть – вторую. До самого же ввода вакцины все должны пройти ещё пару этапов. Первый этап – это устный опрос о противопоказаниях. Врачи должны узнать, есть ли у пациентов какие-либо хронические заболевания или другие болезни, которые могут повлиять на эффективность вакцины. И, конечно же, второй и третий этап – это измерение давления и температуры тела. После всех пройденных ступеней вакцинируемые готовы к получению прививки. Я работаю в Ледовом дворце с 2008 года. Мы очень много работаем с родителями, с детьми, которые постоянно контактируют где-то с другими. Поэтому обязательно, чтобы не прервался тренировочный процесс, чтобы не болеть, они необходимы. Мы стараемся следить, особенно за детьми, постоянно. Есть диспансеризация, есть общий контроль. Вообще, родители должны тоже помогать и следить за своими детьми. В принципе, они с этим справляются, потому что каждый переживает за здоровье своего ребёнка. Поэтому почти каждый день осматриваем, смотрим, наблюдаем, спрашиваем. Медики работают у нас здесь в Ледовом дворце, поэтому следим за этим. Таким образом, прошла вакцинация на очередном предприятии в нашем городе. А это значит, что ещё больше людей будет защищено от тяжёлых штаммов коронавирусной инфекции. Но на этом медики не планируют останавливаться. И с каждым днём будут проводить всё больше выездов в различные учреждения Бреста. Субтитры создавал DimaTorzok